Отдых на миллион. Более миллиона туристов ожидают в этом году на побережье Алаколя. Какие им предоставят условия, поинтересовался глава государства в ходе рабочего визита в регион. Перспективняк. Ряд задач по перспективу предпринимателям и руководству области озвучил президент. Made in Kazakhstan. Бренд Алматинской области покоряет Поднебесную. Природная жемчужина Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане. Такую цель перед руководством Алматинской области поставил глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе своего рабочего визита в регион. В рамках развития инфраструктуры и туристической зоны Ельбасе ознакомился с деятельностью нового аэропорта в Ушарале и перспективами развития малой авиации области. Тему продолжит Азад Шумаханов. Свой рабочий объезд глава государства начался с аэропорта в городе Ушарал. Он был открыт в прошлом году. На строительство воздушной гавани было потрачено более 1 миллиарда тенге. Сегодня здесь работают 14 человек. Объект способен обслуживать до 10 тысяч пассажиров в год. Есть возможность добраться до побережья и железодорожным транспортом. Глава государства ознакомился и с работой вокзала в поселке Ахщи. Молоколь отличает выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. Он расположен близко к Алматы, с другой стороны к Астане, Караганде и другим большим городам республики. Когда-то сюда очень мало людей приезжало. На протяжении двух лет поток туристов вырос до 750 тысяч. В этом году ожидается до 1 миллиона. Думаю, с каждым годом сюда будут приезжать очень много людей. Тем более, мы сделали все выгодные условия, чтобы туристы сюда могли добраться различным транспортом. Программа планомерного развития инфраструктуры включила и застройку побережья. Так, на прибрежной зоне начали работу отели Гранд Вилла и Алаколь Ресорт. По уровню качества услуг, не уступающие мировым стандартам. Как отметил глава государства, стране нужно раскрыть потенциал озера Алаколь как природного оздоровительного курорта одного из лучших во всем мире, сделав отдых на побережье целебного озера возможным не только для граждан Казахстана, но и для иностранных ценителей. Нам необходимо развивать места, которые являются приоритетными. До этого момента здесь никогда не было таких пятизвездочных отелей. Это очень здорово, что мы строим такие объекты для туристов. Ведь уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей туристической отрасли. Алаколь должен стать мировым брендом, поэтому мы должны двигаться в этом направлении. Резюмируя поездку, глава государства провел совещание и дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам по дальнейшему развитию туризма в стране. Азадж Маханов при поддержке телерадиокорпорации президента Республики Казахстан. По прибытию в областной центр глава государства встретился с предпринимателями в стенах нового выставочного комплекса. Собравшиеся смогли обсудить широчайший круг вопросов. Кроме того, Ельбаса ознакомился и с работой Салтанат Сарая. Область смотрит в будущее, отметил глава государства, дав хорошую оценку проделанной работе и поставив перед регионом ряд задач на перспективу. Все подробности встречи у нашего корреспондента. Впервые в истории региональная палата встречает первое лицо государства. Ижитесуйским предпринимателям есть что показать президенту страны. В новом просторном здании с комфортом разместились и офис, и центр обслуживания предпринимателей. Двери его всегда открыты. За пять лет, доложили Нурсултану Назарбаеву, 97 тысяч человек получили различную сервисную поддержку. На сегодня более 112 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса действуют в регионе. За прошлый год ими была выпущена продукция более чем на триллион тенге. Рост составил почти 7%. В нынешнем году область динамику сохраняет, рассказала Кимрегиона Амандык Баталов. Итогом от первого квартала по всем направлениям имеется рост. И в сельском хозяйстве, и в промышленности. Сейчас 648 миллиардов тенге. Мы в этом году планируем довести его до 700. Это сельское хозяйство. Вот то, что у нас в Сфекловодстве, в 2021 году, но мы уже хотим на следующий год 15 тысяч гектаров потенкового и 60 тысяч тонн сахара. Уже в ближайшее время в Алматинской области будут реализованы 100 новых проектов с привлечением почти 33 миллиардов тенге инвестиций. В их числе мощности по производству насосного оборудования, тепличный комплекс, комбикормовые и мясоперерабатывающие заводы. Все это инвесторы с мировыми именами, рассказали главе государства. Главному сельскохозяйственному региону страны необходимо особое внимание уделить переработке продукции, поручил собравшимся Ельбасе. Малой и средней бизнесу надо продолжать обращать самое серьезное внимание. Животноводство должно быть, переработка должно быть сельскохозяйственной продукции. И область прямо напрашивается, область сельскохозяйственная, особенно фрукты, овощи, свекла, соя, ячмень для солода. То есть вот эти отрасли надо развивать и самое главное надо перерабатывать. В этой части тоже идет работа, и мы помогаем. Между тем пообщался президент страны и с отдельными предпринимателями. Количество трудоустроенных, объемы выпуска, экспортоориентированность. Нарсултан Назарбаев интересовался работой каждого вплоть до мелочей. Государство всегда идет навстречу бизнесу, оказывая всестороннюю поддержку, подчеркнул Ельбасе. В свою очередь и предпринимателям необходимо идти в ногу с актуальными нуждами. Президент задал такой тон, он сказал, что сделал ставку на бизнес. Он сказал, что нужно больше развивать предпринимательство, нужно поднимать Алакульский район, нужно понимать именно сферу туристического бизнеса в Алакульском районе. Соответственно, он ожидает это от нас, от предпринимателей. И вот сама такая обстановка была очень теплая, доброжелательная. Мы, конечно, зарядились таким позитивом, таким зарядом бодрости. И мы готовы дальше работать и делать нашу область еще краше. Реализация пяти социальных инициатив, подъем сельского хозяйства, активное строительство, газификация. По всем приоритетным направлениям Алматинская область показывает хороший результат. Такую оценку дал глава государства, проводимой в регионе работе. Поручения, которые Нурсултан Назарбаев поставил перед руководством ЖИДСУСКОГО края, выполняются качественно и в срок. Мои поручения по области все выполняются. Я считаю, что область находится очень на хорошем старте. За три года введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Только за прошлый год построено 35 школ. Я посмотрел выполнение моих пяти социальных поручений. Тоже уже, несмотря на то, что мало времени прошло, в области приступили к выполнению строительства, жилья, развитию малого и среднего бизнеса. То есть по всем пяти направлениям работа идет, и я с большим удовлетворением посмотрел это. Я считаю, что Алматинская область, особенно в аграрном комплексе и в развитии, является примером для всех. Экономика выросла выше, чем в среднем по республике 4,2%. Новые достопримечательности областного центра Салтана Царайе глава государства также дал высокую оценку. Область смотрит в будущее, отметил Нурсултан Назарбаев, делая упор на строительство столь нужных социальных объектов. Уже скоро, рассказал Амандык Баталов, в Салтыкурган украсят новый спорткомплект, драмтеатр, музыкальная школа. Но на достигнутом область не остановится. Глава государства поставил перед руководством региона целый ряд новых задач. В первую очередь это строительство общеобразовательных учреждений, столь необходимых растущему населению края. Новой точкой роста должен стать туризм на Алла-Коле. Также Нурсултан Назарбаев поручил активнее развивать районы, удаленные от Алматы, в том числе и новообразованные Кигенский и Раймбекский. Словом, перспективы дальнейшего развития самого живописного и динамичного края ЖТСУ только ширятся. В рамках большого гастрольного тура 9 и 10 мая двухдневный концерт в Талтыкургане дает Театр Астана Балет. Для более близкого знакомства талтыкурганского зрителя с историей казахстанского балетного искусства и творческим коллективом нынешнего состава фойе областного дворца культуры организована фотовыставка. Существует театр уже 6 лет и за это время в его репертуаре уже 20 балетов и 4 концертные программы, которые высоко оценили зрители Москвы, Пекина, Парижа, Сеула, Будапешта, Токио и других крупнейших городов мира. В репертуаре Серенада Чайковского постановки на произведения Хурмангазы, Дины Нурпиисовой и казахской народной музыки. Наши гастроли этого года мы посвящаем 20-летию нашей столицы Астаны. Поэтому мы с таким своеобразным отчетом готовились к этому туру. Начался наш гастрольный тур в Казарде, затем мы выступили в Алматы с большим успехом. У нас, конечно, спектаклей больше гораздо, но за два дня мы, к сожалению, все показать не можем. Поэтому мы выбрали самое лучшее и с большой ответственностью приехали в город Талдыкурган. В Талдыкургане подвели итоги республиканского конкурса драматургов Ель Тариха Жир Тариха. Инициатором этого проекта выступил Алматинский областной драматический театр имени Бекен Римовой. Как говорят организаторы, произведение победителя конкурса ляжет в основу нового театрализованного представления, которое планируют показать в следующем году. Свои работы на конкурс представили восемь драматургов. Позже двое из них добровольно отказались от участия. Но, как говорят судьи, все равно принять решение, кто победит, не так просто. Все работы достойные. В основном все пьесы короткие. Из них три посвящены детям. Каждая работа по-своему уникальная и интересная. Особое внимание мы уделили произведениям, посвященным историческим событиям. Так как история – это дело тонкое, и каждый автор трактует ее по-своему. Одна из самых важных и исторически значимых для казахского народа битв – это Арбулакская. За годы независимости ей посвящены множество спектаклей и кинокартин. Однако, тема актуальности не теряет. Посвященная ей работа драматурга Колганата Мурата завоевала гран-при конкурса. Я очень рад своей победе. Для меня это большая честь. Хочу выразить благодарность руководству управления культуры области, коллективу театра и всем тем, кто за меня переживал и болел. Я надеюсь, что в будущем еще немало моих работ будут отмечены и на других конкурсах. По итогам конкурса первое место у участницы из Оскемена Улпан Токаевой с произведением «Мердын Огэ». Второе стало Замзагуль Сару Нокасова из «Семей» с работой «Айдын Нурэ». Третье призовое присуждено Алишеру Айтуару и его пьесе «Арыстан». Не остались без внимания и остальные участники. Им вручены поширительные призы и дипломы. Ануар Роман Гильдинов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Программную статью Руханьи Жангру обсудили педагоги края ЖТСУ. Год назад Ельбаса объявил о новом курсе в будущее модернизации общественного сознания. За это время в стране проделана масштабная работа. Восстановлены исторические памятники, распахнули свои двери музеи, объекты социальной значимости. Большая работа проведена и по обсуждению перехода на латиницу. В школах, вузах это одна из обсуждаемых тем. Здесь роль учителей особая. Они доносят всю суть программы до молодого поколения. К тому же и сами педагоги сейчас проходят курсы по обновленной учебной системе. Отдельные предметы будут проходить на английском языке. Это требование времени, отметили участники семинара. Конкурентно способная молодежь – будущее страны. В мероприятии приняли участие свыше 300 педагогов и психологов. Ученые из Астаны и Алматы еще раз рассказали о главной цели проекта «Руханюжангру». Какие работы будут проделаны в нынешнем году. Проведение таких мероприятий очень важно. Ведь завтра учителя эту информацию будут рассказывать детям. Нужно со школьной скамьи вести активную патриотическую работу. Обзор зарубежных новостей продолжит выпуск. 24 тонны жидкого шоколада разлились по автомагистрали А2 в Польше между Варшавой и Познанью. По неизвестной причине водитель грузовика, перевозившего жидкость, врезался в ограждение на дороге. Содержимое цистерны разлилось по трассе и застыло, что полностью заблокировало движение транспорта в обе стороны. На место инцидента прибыли пожарные, которые поливали застывший шоколад теплой водой в течение нескольких часов. По словам спасателей, очистить дорожное покрытие можно было только таким образом. Водитель грузовика получил травмы, его доставили в больницу. Британская полиция по всей Европе объявила в розыск розовую пантеру. Именно так назвали вора по аналогии с мультяшным персонажем, укравшего три кольца с бриллиантами на общую сумму более 2 миллионов евро на художественной выставке в Королевском госпитале Лондона. Хорват Винко Осмакчич подозревается в многочисленных кражах особо ценных ювелирных изделий по всей Европе. Полиция считает, что рецидивист может также быть известен, как Винко Томич и Журо Маркелич. Полиция Перу закрывает новый притон, где работают беженки из Венесуэлы. В последнее время таких заведений становится все больше, как и дел о торговле людьми в перуанской прокуратуре. На фоне все ухудшающегося положения в Венесуэле граждане этой страны постоянно ищут лучшие доли за границей. При этом многие женщины оказываются на крючке у мафии уже на стадии подачи документов на въезд. По данным латиноамериканских СМИ, за два десятилетия Боливарианской республики из Венесуэлы в Перу уехали более 200 тысяч человек. 104-летний австралийский ученый Дэвид Гудел намерен уйти из жизни при помощи эвтаназии. О том, что он принял такое решение, он ознакомил в начале родственников, которые его сопровождают в этой последней поездке в Швейцарию, законодательство которой разрешает добровольный уход из жизни с медикаментозной помощью. Позднее он сообщил об этом прессе. Профессор Гудел не страдает неизлечимым заболеванием, но больше не может самостоятельно себя обслуживать. Не так давно после падения в своей квартире он не смог подняться без посторонней помощи. Близкие его обнаружили лишь два дня спустя. Именно необходимость в присутствии еще кого-то, чтобы помогать в повседневных телах, стала импульсом для принятого им решения. Обзор зарубежных новостей подготовила Пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. В Казахстане планируется выпуск книги о забытых подвигах героев войны. В силу некоторых обстоятельств наград за героические поступки многие так и не получили. Чтобы восстановить историческую справедливость, в стране стартовала акция под названием «Незабытые герои». За годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Но некоторые заслуженную награду так и не увидели. Звезда Героя Советского Союза, как выяснилось, не дошла до более чем 100 наших земляков. И это несмотря на наличие наградных листов. Многие казахстанцы даже и не знают о подвигах своих отцов, дедов и прадедов. Чтобы восстановить историческую справедливость, отечественные исследователи изучают архивы и ищут живых потомков забытых героев. Выставка образцов оружия и боевой техники проходит в Актобе. Местный военный гарнизон познакомил горожан с солдатским бытом и образцами вооружения казахстанской армии. День открытых дверей провели на территории войсковой части 3238. В ее составе находится мотострелковый батальон, артиллерийский дивизион и разведывательно-штурмовая рота специального назначения. Здесь представили бронетехнику, пушки-гаубицы, зенитные установки, образцы вооружения и амуницию солдат. В Лондоне состоялась ярмарка вакансий для казахстанских студентов. Международный финансовый центр «Астана» искал молодые таланты среди обучающихся в вузах Великобритании. Сотрудники Бюро непрерывного профессионального развития при МФЦА рассказали студентам о возможностях и перспективах построения карьеры в Астане. Для участия в ярмарке вакансий, организованной посольством Казахстана в Великобритании, собрались около 100 казахстанских студентов. Все они обучаются в ведущих вузах Соединенного Королевства, среди которых Оксфордские и Кембриджские университеты, Лондонская школа экономики, университеты Ливерпуля, Манчестера и многие другие. Обзор республиканских новостей подготовил Азар Джумаханов по материалам интернет-ресурсов. Китай заинтересован в поставках казахстанского меда. Одним из главных претендентов на вхождение в рынок Поднебесной является знаменитый липсинский мед. Специальная инспекционная делегация из Поднебесной провела ряд экспертиз. Об их результатах расскажет Ануар Амангельдинов. Основная цель визита экспертов из Поднебесной – оценка контроля пищевой безопасности и инспектирование качества казахстанского меда. В ходе трехчасовой проверки китайские специалисты изучили весь процесс – от заготовки до фасовки продукта. Итогом данной инспекции будет принятие решения о включении наших казахстанских пчеловодских хозяйств в реестр импортеров в Китай. На сегодняшний день в данной реестре у нас ни одного предприятия нет. И эта инспекция позволит нам выйти на рынок Китая с нашим казахстанским медом. Лепсинский завод по разливу и расфасовке меда считается крупнейшим в области реализатором данной продукции. Мощность предприятия – около 50 тонн меда в год. И спрос на полезный продукт растет. Потому в планах увеличить объем. Когда мы открылись, у нас было только около 40 тонн объема производства, расфасовки меда. А сейчас мы планируем уже до 300 тонн. Наша продукция экспортируется в Россию, в Арабские Эмираты. Внутренний рынок – это крупные супермаркеты, магазины. Это по всему Казахстану. Это и Ахтау, и Атарау, Астана, Алмата. В ходе своего рабочего визита в Казахстан экспертами из Поднебесной также были проинспектированы медопроизводители Восточной и Южно-Казахстанской областей. Итоги проверки инспекторами из Китая будут оглашены к концу мая. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ. Деньги на бесплатный хлеб. Гараж-сейл в поддержку пенсионеров и малоимущих семей прошла в Талдукургане. На гаражной распродаже люди, как правило, имеют возможность реализовать ставшие ненужными товары для дома. Это может быть одежда, обувь, галантерия, парфюмерия, бытовая техника, книги, игрушки и многое другое по сниженным ценам. По условиям распродажи часть прибыли используется на благотворительность. То есть на вырученные деньги в нескольких магазинах города установят хлебные полки, где будут раздавать бесплатный хлеб для социально уязвимых слоев населения. Интересный факт. Гараж-сейл – любимое развлечение американцев. Так они избавляются от ненужных вещей. В Казахстане, в частности Алматы, подобную акцию практикуют около пяти лет. Организаторы гаражной распродажи – участницы женского клуба Алма-Ата. Первоначальное время акция проводилась только за счет собственных средств участниц и пожертвований друзей клуба. Но теперь желающие могут поддержать доброе дело через необычную акцию. В Талдыкургане никто толком не знает, что такое гараж-сейл. Акция работает так. Вы приносите ненужные вам вещи на распродажу, и какой-то процент от покупки уйдет на благотворительность. Так что если у вас в шкафу остались симпатичные, красивые, но ненужные вам вещи – одежда, обувь и украшения – приносите их в благотворительный клуб гараж-сейл. Это отличный повод освободить место под новые покупки. Как раз этим вы сделаете добро. Ветераны, инвалиды, многодетные, пенсионеры смогут есть бесплатный хлеб. В госслужбе Казахстана в этом году 20 лет. В рамках празднования юбилейной даты в Алматинской области запустили необычный челлендж-вызов под названием «25 шагов к изменениям». Соответственно, 25 добрых дел планируют провести госслужащие до конца текущего года. Кто лучший в спорте – госслужащие или военные? Дружеский матч по футболу и волейболу на базе войсковой части 18-404 помог определить сильнейшего. Каждую сторону представляли две команды. Игра прошла захватывающе и ожесточенно. В итоге победила дружба. Мероприятие приурочено к 20-летию государственного органа госслужащих. За 20 лет создания органов государственной службы, имидж государственной службы повысился многократно. В настоящее время между государственными органами и жителями установлена обратная связь. В настоящее время общеизвестно, что принятая программа «Цифровой Казахстан» идет масштабная цифровизация всех структур экономики, в том числе и сферы государственной службы. Электронные государственные услуги, предоставляемые государственным органам, переводятся в электронный формат. Вы знаете, да, сейчас у нас активно работает портал электронного правительства ЕГОВ. Государство стало подотчетным, открытым. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Яркую программу подготовили артисты ансамбля «Талтхорган Ауэндирэ» и военнослужащие войсковой части 18-404. К 20-летию госслужбы приурочили и большой велопробег. Госслужащие стали примером для школьников. Инициативная группа из 50 человек стартовала от стадиона «Жастар», чтобы вместе привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни. Данная акция направлена на то, чтобы поднять патриотический дух молодых и в то же время пропагандировать праздник. И чтобы все праздники, праздничные дни, в такие дни, вся молодежь всегда активизировалась. То есть не засиживались, а именно активизировались. Сейчас молодежь зависает в телефонах, и это обидно. Целый день они сидят в Инстаграме и в Ютубе, когда жизнь вокруг бьет ключом. Необходимо чаще гулять на свежем воздухе и двигаться. В рамках 20-летия создания государственной службы сотрудники департамента намерены на протяжении всего года проводить конкурсы среди кадровых работников. В их числе слет наставников, спартакиады, интеллектуальные конкурсы, а также различные акции. Дамир Анитов, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖИЦУ. В селе Ембек города Талдыкурган состоялся областной турнир по казах Кресе. Кроме хозяев соревнований, за титул чемпиона боролись более 100 юниоров из четырех районов. Юные палуаны посвятили свои победы памяти одного из основателей казахской национальной борьбы в этом регионе Капыш Абдекасамова. Нужно отметить, что сегодня этот вид спорта культивируется во всех районах Алматинской области без исключения. И именно благодаря ему в нашей стране продолжается традиционная связь между воспетыми народом в сказках и легендах могучими силачами-богатырями и сегодняшними знаменитыми борцами. Что касается нынешнего турнира, то несмотря на юный возраст участников, в нем проходила острая и бескомпромиссная борьба в 13 весовых категориях. В результате первое общекомандное место завоевали представители села Ембек. В копилке сборной пять золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых наград. В тройку призеров вошли также сборные из Талдыкургана и Капшагая. Три года назад в селе Ембек создали свою федерацию по этому виду спорта. Она стала очень активно работать и вносить посильный вклад в развитие национальной борьбы. И сегодня результаты налицо. Пять чемпионов из 13 возможных. Юноши показали на этом турнире очень хорошую технико-тактическую подготовку и заслуженно завоевали первое общекомандное место. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин